31 мая в Москве пройдет четвертая всероссийская конференция, посвященная вопросу прославления Александра Суворова в лике святых. Образ великого полководца, не проигравшего ни одну из своих многочисленных битв, будет раскрыт в том числе с малоизвестной стороны – миссионерской. Удивительно, но не столько ратные, сколько дипломатические усилия Суворова привели к включению Крыма, Кубани и Тамани в состав Российской империи и сравнительно безболезненной адаптации местных жителей к жизни в составе нашей страны. На конференции будут представлены доклады о миссионерской деятельности Суворова в Крыму и народном почитании полководца в нашей стране и за рубежом. В этом году исполняется 240 лет подписания меморандума Екатерины II присоединения Крыма к Российской империи и 240 лет создания города Севастополя. Безусловно, что большой вклад в эти победы внес Александр Васильевич Суворов. Тактика его была гениальной. Враг никогда не мог предугадать, что же Суворов придумает. Но самым мистическим было то и для всех загадкой, почему Суворов побеждал. Мы знаем его религиозное воспитание, его отношение к солдатам, что перед каждой битвой читал самолебен, после каждой битвы читал самолебен, благодарение за победу. И наша конференция будет посвящена этой теме. Религиозное мироощущение Суворова. Конференция, посвященная величайшему русскому полководцу, называется «Главный помощник в бою Бог. Миссионерская деятельность Суворова». В ее рамках особое внимание будет уделено работе генералиссимуса по религиозному воспитанию солдат и актуальности этого опыта для современных вооруженных сил России. Субтитры создавал DimaTorzok